Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Лену Забарсиитова. О самых важных событиях прямо сейчас. Первую криптобиокабину открыли в Симферополе. Раз парк, два сквер. Если говорить в общем о реализации в этом году, выделено средств из федерального бюджета порядка 640 миллионов рублей. Как идет благоустройство общественных территорий в Евпатории. Профессия детей учить. Тут надо быть и психологом, и педагогом, и актером, и мамой, и воспитателем. История учителя начальных классов Заремы Меджитовой. По всей стране стартовала первая в истории цифровая перепись населения. Она продлится месяц и на этот раз будет проходить в смешанном формате. Подробности узнаем у Севилы Меметовой. Она с нами на прямой связи. Добрый вечер, студия. Всероссийская перепись населения – важное событие в жизни населения. Нашей страны. Стоит отметить, что при заполнении анкеты человек может не сообщать свои фамилии, имя и отчество. Поскольку данный Евростат направляется в обезличенном виде. Процесс полностью анонимный. Более подробно о том, как же все-таки в этом году будет проходить перепись населения, нам расскажет заместитель руководителя Крымстата Людмила Петруненко. Мы знаем, что в этом году перепись населения будет проходить тремя способами. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. В чем преимущество каждого из них? Да, перепись будет проходить тремя способами. Самый главный, которым вы можете воспользоваться уже сегодня, 15 октября, когда начинается официальная перепись, это электронном виде. Вы можете зайти на сайт Госуслуг и переписать себя и всю свою семью. Возможность эта уникальная и она продлится до 8 ноября этого года. Перепись еще к вам в понедельник уже начнут по всему нашему Крыму, по всей стране будут ходить переписчики, которые будут облачены в синие жилеты. Вы их узнаете по синим портфелям в руке и синим шарфом. Эти переписчики будут заходить в каждый дом, будут заходить в каждую квартиру, в каждое коллективное хозяйство, чтобы переписать нас. И здесь вы ответите на 33 вопроса. В руках у переписчика будет планшет. Еще один способ есть. Это сами переписные участки, перечень которых вы можете найти на сайте Крымстата, сайте Росстата, а также сайте Страна-2020. Здесь вы можете увидеть и телефоны горячей линии, где вы можете позвонить и узнать, а правда ли к вам пришел переписчик или нет. Итак, это три самых главных способа. Скажите, пожалуйста, как отличить переписчика от мошенника? Переписчика от мошенника легко очень отличить. Кроме того, что сам переписчик будет облачен в синий жилет, а синий шарф будет в руках держать синий портфель, и у него будет планшет. Кроме этого, он в обязательном порядке предоставит свое удостоверение. Удостоверение будет недействительно без паспорта. То есть он вам окажет и удостоверение, и свой паспорт. И самое главное, задавая 33 вопроса, он не спросит у вас ваш паспорт, ваш СНИЛС, он не спросит у вас пенсионное удостоверение. То есть документы, которые необходимы, даже на квартиру он будет задавать вопросы, он тоже не будет спрашивать. Это акцент делаем на этом обязательно. Скажите, пожалуйста, зачем, в принципе, нужна перепись населения, если есть ЗАГС, налоговая и другие ведомства? Вот какова ее основная и главная цель? Каждая из этих перечисленных организаций ведет учет именно свой отраслевой признак. И локальная информация, которая собирается, она как бы консолидирована, имеет свое направление. Миграция, может быть, где-то как раз данные ЗАГСа. К сожалению, информация, которую мы собираем в целом по переписи, она уникальна и собирается именно только в таким масштабным обследовании, как всероссийская перепись населения. В результате эти данные помогут нам разработать ряд программ. Так, например, перепись 2010 года, по итогам ее разработана уникальная программа, это материнский капитал. Мы сейчас ожидаем и заданы несколько новых вопросов. Это трудовая миграция, которая позволит определиться все-таки, где у нас регионы, которые требуют дополнительных рабочих мест и, может быть, определить какую-то социальную структуру, а где-то наоборот идет отток трудовых кадров. Кроме этого, дополнены вопросы об образовании, дополнены вопросы еще о национальности. Каждый из нас может определиться своей национальности. И самое интересное, что именно только по итогам переписи мы можем сказать, какие именно национальности у нас нужно обратить внимание, написать какие-то программы их поддержки и так далее. То есть вот эта уникальная информация у нас появляется один раз в 10 лет. Спасибо большое. А я напомню, что предварительные итоги Росстат подведет в апреле, окончательные в конце 2022 года. Студия. Севеля, спасибо. Президент страны Владимир Путин с помощью портала Госуслуг принял участие во всероссийской переписи. Глава государства призвал соотечественников не относиться к этому событию формально. Напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие. Масштабные работы по благоустройству и капитальный ремонт детских площадок, скверов и парков проходят в Евпатории. На это выделено 240 миллионов рублей. На каком этапе стройка узнал Дауд Чахалов. Главная достопримечательность поселка Новоозерное меняется на глазах. Тротуарная плитка и новый бордюр уже готовы. Сейчас строители занимаются установкой инженерных сетей. Капитальный ремонт Приморского парка разделен на три этапа. Стоимость работ около 150 миллионов рублей. Готовность объекта 30%. Украшать парк будут цветочные клумбы, кустарники, диковинные растения. Среди них Барбарис Тунберга «Ред Рокет». Именно такое научное название носит растение высотой около двух метров. Проектом предусмотрена автоматическая система полива. В этом году на первый этап капремонта потратят 53 миллиона рублей. Проектирование второго в процессе. От 35 до 50 рабочих и всегда в каждом моменте здесь около семи техник. Здесь будет маяк-зона, детская площадка, спортивная площадка. Они будут установлены все до конца ноября месяца. Так же, как и мафия, мафия уже у нас готова, уже все находятся на нашем складе хранения. Будем привозить по мере готовности площадки. А в микрорайоне «Исмаилбей», где проживает около 7 тысяч человек, полным ходом идет благоустройство территории, где в скором времени появится и сквер. Первый этап стоит 18 миллионов рублей. Будет установлено две спортивных площадки для игры в футбол, в баскетбол и в стритбол. И будет организована парковка, это социально-культурный центр, где проходят мероприятия массовые. Всего до конца года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Евпатории благоустроят шесть мест для отдыха. Если говорить в общем о реализации в этом году, выделено средства из федерального бюджета порядка 640 миллионов рублей. Всего в благоустройстве и в реализации проекта формирования комфортной городской среды у нас участвует 7 городов. И вот на стадии еще реализации у нас осталось два города. Это Евпатория и город Ялта. Центральный парк Евпатории тоже не обошли вниманием. После капитального ремонта здесь появятся два фонтана, один из которых сможет проецировать изображение. Параллельно ведутся работы по обустройству детской площадки. Например, для самых смелых появится вот такая горка высотой 11 метров. Также здесь есть качели. Все снаряды сделаны из дерева рабиньи. Капитальный ремонт парка позволит евпаторийцам провести время с пользой и удовольствием. Даут Чахалов, Максим Голубев, телеканал Миллет, Евпатория. Вторую криптобиокабину открыли в Симферополе, чтобы максимально ускорить и упростить процедуру получения биометрического загранпаспорта. Современный программно-технический комплекс берет на себя всю работу, освобождая от бумажной волокиты как сотрудников МФЦ, так и клиентов. Подробности в сюжете Севиле Меметовой. Я сейчас вам распечатаю заявление. Вы его, пожалуйста, внимательно прочтите, проверьте, а также подпишите. Хорошо. И вам сразу могу выдать штрихот. Галина Иванова заполняет документы для получения загранпаспорта. Вместе с мужем они запланировали путешествие в Египет. Ускорить процедуру помогла новая криптобиокабина. Я узнала, что эта услуга сейчас актуальна в МФЦ. У них поставили чудо-машину. Я решила воспользоваться данной услугой. Взяла по предварительной записи талончик, без очередей, без всего. Спокойно обратилась. Меня приняли буквально за 10-15 минут. С помощью криптобиокабины можно получить загранпаспорт нового образца. Для этого нужно обратиться в центр «Мои документы», где специалист выдаст штрих-код с персональными данными. Здесь можно сканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы, а также сделать фотографию. После подачи заявки документы автоматически отправятся в систему управления МВД. Паспорт готов через месяц. В машине нового образца заявитель пробудет не дольше пяти минут. Ранее, чтобы получить загранпаспорт, необходимо было записаться на прием к профильному специалисту, подать заявление и документы. Теперь у вас появился второй вариант, возможность, не только в МВД, но и прийти в МФЦ, получить загранпаспорт. Вы сами видели, когда мы ее тестировали, время на сбор биометрических данных минимальное. Несмотря на обилие технических средств, система проста в использовании. Новшество оценила Екатерина Миронова. Мы с парнем сегодня пришли в МФЦ, ему нужно дубликат снился сделать. И узнала тут от сотрудников, что есть такая услуга быстрая, сделать загранпаспорт. В ближайшее время планирую обратиться. Теперь по Крыму таких криптобиокабин три. Две в Симферополе и одна в Феодосии. Следующая на очереди Керчь. Ни себе, ни людям. Жительница одной из многоэтажек в Симферополе отказалась сбрасывать воздух из батарей в своей квартире, из-за чего без тепла остались жильцы восьми квартир. Тепловентиляторы и бутылки с горячей водой – единственное спасение. В проблеме разбиралась Лиля Ислямова. Батареи холодные. С 8 числа подключили отопление, но отопления нет. Отопительный сезон в Крыму стартовал на прошлой неделе. Но в квартире семьи Суржиковых и других жильцов этого дома до сих пор температура воздуха не достигает и 20 градусов. Единственное спасение – бутылки с горячей водой и обогреватели. Чтобы тепло было в каждой квартире, нужно выпустить лишний воздух из батарей. Дело пяти минут, но соседка на десятом этаже по неизвестным причинам делать это категорически отказывается. А полицию она не пускает, ЖКХ она не пускает, сантехников тоже самое. Отказывает. Муж хотел спустить сам воздух, думаю, по-соседски спустить. Нет, отказывается она спускать воздух. Приходится включать ветродуйчики, греть детей. У меня двое деток. Анатолий Юрченко – 72 года. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, пытается спускать воздух из общей системы отопления. Она находится на чердаке. Такая вот ежедневная зарядка. Здесь в углу стоит кран Маевского. Вот берешь ведерочко вот так, ведерочко. И вот смотрите, сейчас будет, вот сейчас будет идти воздух. Вот, слышите? Вот, вот пошла только вода. Вот, вот смотрите, это все воздух идет. Это вот все воздух шипит. Я каждый день утром, вечером его без спускаю, здесь воздух постоянно спускаю. И где-то у меня уходит время полтора часа на это дело. Та же день. Своего личного времени. Ну и ходы, да, тут низко. Головой бился, тут уже не один раз. Мы решили попробовать достучаться до совести жительницы проблемной квартиры. Девушка, уберите свою камеру. Девушка, ну мы хотим разобраться. Я не заключала договоры с жителями. Договор заключается на обслуживание сетей с Крым-Теплокоммун-энерго и с ЖЭО. Пожалуйста, все вопросы к обслуживающим организациям. Какие вопросы ко мне? Сотрудникам полиции ЖКХ женщина двери не открывает. Послушай меня. Идет, да? Иди вон, посмотри. Вот пришел сантехник. Пожалуйста, пути его, пускай он. Проходи. Что-нибудь здесь вы творите. Заходи. Я вообще на работе нахожусь. В такое время, когда вы приходите. Но эффект от присутствия микрофона и камеры все же наступил. Женщина отказывалась идти на контакт. И только с приездом нашей съемочной группы все-таки согласилась впустить сантехника. Возможно, сейчас проблема решится. Результат не заставил себя ждать. Десять минут и проблема решена. Ну что, включили вам отопление? Включили благодаря вашей съемочной группе. Нам включили отопление. Мы аж не нарадуемся, что теплые батареи. Вы даже сами потрогайте, тепленькие. Екатерина Козыренко живет в соседнем доме. Когда власти объявили о старте отопительного сезона, проблем никаких не возникло. Теплое, хорошее, хорошо. Ну, целый день, да. Целый день с утра. Неполадки с отоплением в домах могут быть не только из-за разногласий с соседей. Проблемы постепенно устраняют. Житель уехал за пределы города. У него провалы в квартире стояк. Из-за этого один или два подъезда отключили. То есть два подъезда в доме получают тепло, два подъезда у нас не получают тепло. Все обращения граждан, жители знают, куда звонить. Это единая диспетчерская служба Симферополя. Это приемная глава республики. Жители могут не переживать. Тепло будет у всех в доме. А если какие-то причины либо порывы, звоните, пожалуйста, сразу. Чем быстрее вы позвоните, тем быстрее мы направим аварийную бригаду. Отопительный сезон в ряде муниципалитетов стартовал на прошлой неделе. Всего в республике около тысячи котельных. Из них не запущено более 80. Это связано с проведением аварийных и плановых ремонтных работ. А также с достаточно высокой температурой воздуха в отдельных регионах. Лилия Ислямова, Дмитрий Низовой и Максим Голубев. Телеканал Милет. Сегодня во всем мире отмечают Международный день Белой Трости. Это напоминание обществу о внимании к проблемам незрячих. Одноименную акцию провели сегодня в Симферополе. Сотрудники ГИБДД совместно с активистами партийного проекта «Единая Россия. Доступная среда» напомнили водителям о правилах дорожного движения и раздали памятки. По правилам незрячему человеку, подающему сигнал белой тростью, разрешено переходить дорогу в любом месте. Водитель, не пропустивший пешехода, получает предупреждение или штраф. Если подходишь к бордюру и останавливаешься, не останавливаются. Ступаешь ногой уже на проезжую часть с поднятой тростью, тогда останавливаются. Как всегда, у каждого человека есть свое настроение, под настроение по-всякому бывает. Мы все живые люди. Акция «Цветы надежды» прошла в Симферополе. На территории Республиканской детской клинической больницы горожане высадили розы, туи и ели. Основная идея мероприятия – единение и согласие людей разных национальностей и вероисповеданий. Собралось больше 20 добровольцев. Подробности у Лилии Ислямовой. Во дворе Симферопольской детской клинической больницы зарождается новая жизнь. Добровольцы пришли, чтобы высадить цветы, кустарники, деревья и поддержать акцию «Цветы надежды». Она направлена на объединение всех крымчан, независимо от возраста и мировоззрения. Сегодня прекрасная погода. Высаживать деревья и цветы нужно всегда. Это как продолжение жизни. Тем более в городе, где ездит так много машин. Я считаю, что каждый должен поучаствовать в акции. Лопаты, перчатки и ведра у входа всем выдают орудия труда. 40 кустов роз, 4 саженца туи и ель. Прямо сейчас каждый сделает вклад в сохранение мира, дружбы и согласия. Именно единение людей разных национальностей и вероисповедания – главная цель акции «Цветы надежды». На территории детской клинической больницы такое мероприятие проводят впервые. Мы всегда хотим, чтобы наши дети были здоровы. Наши духовные лидеры будут способствовать тому, чтобы на крымской земле всегда царил мир. Именно проведение таких акций объединяет нас на наших общих ценностях. Это ценности добра, мира, благополучия. Организаторами акции стали Симферопольская и Крымская епархия и Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Каждый раз, когда дети будут это видеть, мы хотим, чтобы они помнили, что именно они – наша надежда и наше будущее. Мы проводим благотворительные мероприятия в школах и других социальных объектах регулярно. Также открываем сбор средств, чтобы помочь тяжело больным детям, протянуть им руку помощи. Пусть все ребята будут здоровы как физически, так и духовно. Акцию добра организаторы планируют сделать ежегодной, чтобы цветы надежды расцветали на территории всего полуострова. Учитель начальных классов – человек, который разбирается в вазах каждого школьного предмета. Знает, как привлечь внимание детей, как интересно преподнести тему, как увлечь обучением. Сочетает функции преподавателя, воспитателя и психолога. Говорят, это не профессия, а образ жизни, поэтому обязательное качество для этой работы – любовь к детям. Мы продолжаем рубрику о соотечественниках. История учителя начальных классов Заремы Меджитовой. Меня зовут Меджитова Зарема Серверовна. Я учитель начальных классов, на данный момент 1-го класса. Я учитель высшей категории. Очень люблю детей, они вытягивают из меня даже тот негатив, который накопился на протяжении какого-то времени. Причем они для этого ничего не делают. Они просто есть, просто погружаемся в этот детский мир и сами становимся где-то детьми. И мне это нравится, поскольку это действительно разряжает. Тут надо быть и психологом, и педагогом, и актером, и мамой, и воспитателем. Вот все эти пять аспектов являются сложными. Кроме того, что мы учим русскому языку, литературному чтению и обычаям культуре русской, мы еще наряду с этим обучаем крымско-татарскому. Хочу сказать, что уже два месяца проучились дети. Дети, которые приходили просто говорили «селям алейкум», они уже наши бытовые фразы каждодневные, то есть «мен яптом», «мулькон мен», «багышланес», то есть вот это все они уже говорят с первого по четвертый класс. Это действительно тот возраст, когда можно лепить, научить, обучить. Но, конечно, хотелось бы, чтобы и дома это закреплялось, и хоть какая-то создавалась среда. Зарему Серверовну знаю со студенческих времен. Она моя студентка. В те времена она уже подавала очень большие надежды. Мы думали, она будет каким-нибудь научным работником, кандидатом в наук, профессором, доктором наук. Но она выбрала стезю школьного учителя. Она учитель, который обладает очень высокими знаниями. Но мало того иметь знания, надо еще уметь донести до детей. Благодаря ее опыту она умеет это сделать. Я развиваюсь. У нас вот на базе нашей школы есть билингвальная площадка. Мне очень хочется, конечно, поднять эту площадку, показать результат. Если мы придумаем какие-либо инновации, которыми дети могут пользоваться, родители, мы сами педагоги, создадим данную копилку на базе нашей школы, вот это, я считаю, достижение. Выходные на телеканале Миллет. Главная информационная программа Крыма. Не пропустите. В субботу и воскресенье в 19.30. Итоги с Айшей Шулаковой. 33 вопроса. В России стартует первая в истории страны цифровая перепись населения. Вот так должен выглядеть переписчик. Синий жилет и шарф с надписью «Всероссийская перепись населения». Необходимо участие каждого. По результатам общероссийской переписи будут приниматься важные государственные программы. Абсолютный антирекорд. Более 500 заболевших сутки. Койчный фонд на сегодняшний день составляет 4194 койки. Очень много. Это максимум по сравнению с прошлым годом. Какие именно ковидные ограничения вступили в силу в Крыму? Еще около 600 квартир для репатриантов. Кроме этого еще работают программы. Это выкуп жилья. Планируем выкупить около 60 квартир и домов. Эксклюзивное интервью председателя Госкомнация Крыма и Дератипа. Специально для телеканала Миллет. В школе имя легендарного летчика. Учился в этой школе. Закончил качественную летную школу. Ушел на войну. Вернулся тут героем. Почему Орловской школе номер 46 не присваивают имя героя Советского Союза Абдураима Решидова? Ответы в специальном репортаже. На этом все. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова